Добрый вечер, в эфире Чиста Ньюс, в студии Евгений Кашевой и Валерий Житков. Коротко о разном. Ульяна Супрун сообщила на своей странице в фейсбук, что для украинцев самыми вредными из углеводов являются простые, те, которые содержатся в пирожных и конфетах. Откуда-откуда, но с этой стороны удара по своему бизнесу Петр Алексеевич точно не ожидал. Хотя, судя по тому, что его состояние в этом году увеличилось на 3,5 миллиона гривен, можно смело сказать, что не всем украинцам так вредят простые углеводы. Швейцария экстрадировала в Украину подозреваемого в мошенничестве экс-совладельца агрохолдинга Мрия Николая Гуту. Ну, все логично, скоро зима, пора сажать озимые. В Беларуси продают самолет Александра Лукашенко или, как его еще называют в народе, батькалет. Детальная информация о продаже воздушного судна находится на сайте белорусской недвижимости. Наверное, в этом и кроется причина продажи. Интересная новость. Сообщается, что в Одесской области куда-то пропала соцпомощь на 2 миллиона гривен. Ну, здесь все понятно. Деньги украл кто-то и кому-то за это преступление придется где-то отсидеть. Вице-спикер польского сейма Беата Мазурик пообещала поддержку Украине на всех уровнях. Главное, чтобы эта поддержка не остановилась на уровне идеи. Теперь более подробно о других не менее важных новостях. Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко заявил, что подает в отставку. Случилось это во время его выступления в Верховной Раде. При этом Луценко добавил, что за власть не цепляется. Тут же спикер Андрей Порубий поставил вопрос на голосование. За отставку проголосовало всего 38 депутатов. Очевидно, это те, на которых в Генпрокуратуре открыты дела. Ну что ж, раз Луценко не цепляется за власть, то власть цепляется за Луценко. Если парламент все же примет отставку Генпрокурора, то президенту будет сложно найти нового человека на эту должность, потому что все остальные кумовья Петра Алексеевича уже чем-то заняты. В аэропорту Праги полиция задержала нардепа от радикальной партии Андрея Лозового, который пытался рассчитаться в Дьютифри фальшивыми евро. Лидер радикалов Олег Ляшко на своей страничке в Фейсбук объяснил, что Лозовой менял валюту в обменнике, который после этого таинственным образом исчез. Интересно, сколько же это Андрей Лозовой поменял там денег, что владелец Ларька решил, что этот бизнес можно закрыть. Мы поздравляем Лозового с дебютом. Это первая схема, в которой он фигурирует не как обвиняемый, а как потерпевший. Ну вообще вся эта история с исчезновением Ларька звучит, конечно, неубедительно, поэтому мы на всякий случай советуем проверить все эпизоды, где фигурировали финансы радикальной партии, в частности, внесение залога за Масейчука, выигрыш Олега Ляшко в лотерею, да. Да, а также советуем участникам проплаченных митингов внимательно изучать купюры, особенно от радикальной партии. Украинская правда сообщила, что 170 народных депутатов ежемесячно получают государственную компенсацию в размере 20 тысяч гривен на аренду жилья в Киеве. Это при том, что 120 нардепов из этого списка, судя по их декларациям, являются миллионерами. Ну а что ты хотел? Оно же, как говорится, 20 тысяч, они и миллион берегут. Это да, согласен. К примеру, у депутата от оппозиционного блока Дмитрия Колесникова, который получает эту компенсацию, нашли две квартиры по 250 квадратных метров в столичном доме возле, внимание, возле здания Национального антикоррупционного бюро. Знаете, это очень мудро спрятать на самом видном месте. От нынешних депутатов перейдем к прошлым. Вчера в 9 часов утра, это важно, детектив Национального бюро Украины попытался вручить экс-нардепу от Народного фронта Николаю Мартыненко вызов на допрос. Вот как это было. Да, интересная игра получается. Детектив дает, нардеп бросает кто кого. И вот уже в 20 часов 22 минуты появилась новость о том, что НАБУ все-таки вручила Мартыненко вызов на допрос. Между новостями 11 часов разницы, следовательно, первая рука устала у Мартыненко. Так что, дорогие депутаты, уделяйте больше внимания своему физическому здоровью. В будущем это может пригодиться. Продолжим. Журналисты ТСН нашли на Буковине резиденцию митрополита УПЦ московского патриархата Ануфрия. Вот, посмотрите. Територия с аншафтным дизайном и справжним різноманиттям споруд. Живе митрополиту головному будинку, який мает три рівня. Він выполнен в европейском стиле. Не Ватикан, конечно, но тоже вполне красиво. Ну, как по мне, очень даже скромно. Здесь все самое необходимое священнослужителю. Вот бассейн, небольшая часовня, винный погреб. Это очень удобно. Например, на крещение есть где окунуться, помолиться, а затем и причаститься. Также на территории расположена вертолетная площадка. Здесь вообще без претензий, потому что отцу Ануфрию, видимо, так намного легче общаться со своим работодателем. Местные жители утверждают, что особняк митрополиту подарил некий бизнесмен Юрий Кушнир. Я думаю, правоохранительным органам в срочном порядке нужно заинтересоваться этим человеком. Вы представляете, какие там должны быть грехи? К столичным новостям. Сотрудники киевского метрополитена задержали нетрезвого мужчину, который решил поспать между рельсами на станции метро Крещатик. Таким образом, в киевском метрополитене ненадолго появилась еще одна синяя ветка. Хотя стоит признать, что за 8 гривен это самое дешевое койко-место, которое можно найти в столице еще и от метро недалеко. Единственное, там шумно немного. И сотрудники метрополитена спать мешают. А так нормально. Еще одно происшествие, в этот раз в Абалонском районе столицы. Неизвестный ограбил киоск быстрого кредитования. Вот посмотрите, как он выглядит. 5 тысяч гривен за 15 минут. Что интересно, преступник вынес 20 тысяч гривен. И теперь на киоске можно написать новый рекорд. 20 тысяч за 2 минуты. И в заключении о футболе. В украинской премьер-лиге состоялся первый за всю историю матч, который обслуживала женская бригада арбитров. Это произошло на матче между Львовом и Ворсклой. Возглавляла бригаду Екатерина Монзуль, которая входит в категорию элитных арбитров FIFA. Хочется отметить, что во время матча футболисты гораздо меньше матерились, а болельщики так и не смогли придумать обидную кричалку в адрес арбитра. Это были все новости на сегодня. Встретимся с вами завтра вечером, сразу после выпуска ТЭСа. До свидания. АПЛОДИСМЕНТЫ